Я коллекционер старинных фоторамок эпохи модерн, ну и в целом вообще предметов, касающихся этой эпохи. Более 10 лет я увлечен этим собирательством, этим хобби. Я пару лет уже как не считаю предметы своей коллекции специально. Не хочу расстраиваться, потому что все-таки считаю, что их недостаточно много. Но я думаю, что свыше 400 уже насобиралось. Да, я хочу собрать все рамки всевозможных видов, форм и размеров. Конечно же, желательно, чтобы это был стиль модерн. В сфере деятельности как собирательства очень важна насмотренность. Вот даже когда ты гуляешь по антикварным каким-то ярмаркам, ничего даже не покупаешь, но ты смотришь. Ты можешь брать в руки эти вещи, понимать их, как они выглядят тактильно, их вес, их текстуру. И все это, безусловно, откладывается в памяти. Конечно же, важно посещать музеи. Не всегда рамка попадается в идеальном состоянии. Смахнул пыль и поставил, повесил. Иногда нужно очень долго и кропотливо на ней еще повозиться, чтобы она обрела свой первозданный вид. Я, наверное, всю свою жизнь что-то собирал. И основное такое коллекционерство началось еще в старших классах. Наверное, еще в юности прогуливаясь по киевской сенке, Балышиный рынок, увидел ряд предметов каких-то странных форм. И как-то они мне стали почему-то нравиться мгновенно. Только с годами, уже как-то вникнув, открыв какие-то книги, увидев какие-то иллюстрации, я понял, что это стиль модерн. И вот он, вот он, что мне так нравилось. Это все ты, старина модерн. Однажды, зайдя в Киеве в антикварный магазин и в обилие ассортимента, обратил внимание на просто груду фоторама, которая лежала на витрине. Так они как-то бездушно лежали. Я подошел, взял в руки и осознал, что эти формы нельзя так хранить в таком пренебрежительном виде. Их надо обязательно развешивать, и я этим займусь. И стал, конечно же, обращать внимание, посещая всевозможные антикварные рынки, блошиные рынки, антикварные магазины, не только в Киеве, не только в Украине. За границей это всегда вдвойне интересней, потому что там исторически повезло этим предметам больше. Их не уничтожали в порыве революционных событий. Однажды прогулюсь по Андреевскому спуску, я увидел две рамки, парные они, одинаковые. Взял в руку и как-то так подумал, боже, это ведь рамка, а не просто прямоугольничек ровных каких-то плашечек, а она фигурная, вырезанная, кто-то заморочился, сделал еще и две, возьму. И, пожалуй, это действительно стало двигателем искать рамки. Я считаю, в любое удовольствие нужно инвестировать. Помогают близкие, любимые люди, конечно же, пополнять собрание, работа есть в конце концов. Самую дорогую рамку на сегодняшний день я приобрел в Киеве. Мне очень понравилась эта рамка, и вопрос денег уже тут не стоял. Она обошлась, это 150 евро. Случались случаи, когда видишь рамку и вот-вот-вот торгуешься за нее, потому что понимаешь, что вот этой суммы у тебя нету, а есть другая сумма. Нечем будет уехать, но готов купить. Был однажды случай, это в Киеве проходил антикварный ярмарок. Продавал мужчина фоторамку, цена была непомерно высока, я попытался с ним поторговаться, он не уступал. Я ушел, выждал паузу, крутился, в голове крутились мысли, думаю, она хорошая, она вот такой нету, такой нету. Возвращаясь к нему, а уже готов даже был, наверное, купить, а ее уже нету. И он увидел мой взгляд и говорит, на, забрали. И тут я прикусил себе кубу, но с тех пор я такую рамку еще не встретил. Но я успокаиваю себя тем, что ничего, в следующий раз в другом месте я найду за эти деньги три или четыре даже рамки. И со временем так и происходит. Я уже знаю, как это работает, поэтому не стоит сильно горевать. Однажды даже в одном киевском магазине антикварном я покупал фоторамку. И владелец фоторамки спрашивал, говорит, а вам для интерьера вы, может, там, декоратор? Я говорю, нет, я себе в интерьер коллекционирую. Ух ты, никогда бы не подумал и не встречал людей, которые собирают фоторамки. Ну, было приятно, что даже антиквары не встречали таких. Значит, я индивидуален в этом. Помимо фоторамок интересует вся бесконечность предметов в стиле арнуво, он же модерн, он же югенштиль. Это мебель, это какие-то этажерки. То есть достаточно утилитарные вещи, на которые на стул ты можешь сесть, на этажерку ты можешь поставить ту же рамку, книгу положить. Предметы быта, заварник, к примеру, тортовницу, щипцы для сахара, серебряную ложку, к примеру, опять же, в этом стиле. Это все, эти все предметы живут в интерьере. Они нигде там ни под стеклом не пылятся, они служат. И хочется себя окружать красивыми вещами с историей. Я совсем не готов сейчас к продаже фоторамок. Наоборот, я говорил, что мне мало, мне нужны они все. Поэтому ни 200, ни 220 не предлагать. Все здорово, что происходит так, как происходит. К этому нужно было прийти, созреть, к этому Орнуго подготовить себя. Я думаю, что я с этой миссией справился. Очень хочется, чтобы коллекция перешла со стен квартиры в музейное пространство. Есть тайное желание сделать музей, посвященный и фоторамкам в том числе. Я считаю, что рамок все еще мало, поэтому я все еще в пути.